Пролог. Меня, как и многих руководителей, всегда беспокоил вопрос, каким нужно быть боссу, мягким или жестким? Поиску ответа на него я посвятил годы. Это были годы работы коммерческим и генеральным директором системного бизнес-обучения, чтения и деловой литературы, деятельности бизнес-тренера и владельца консалтинговой компании. В итоге я понял, что даже в профессиональном сообществе нет единого мнения по данному вопросу. С одной стороны, есть немало аргументов за то, что более эффективны жесткие руководители. Они, как правило, лучше держат дисциплину в коллективе, бескомпромиссно требуют от подчиненных выполнения и соблюдения, не позволяют садиться к ним на шею, лучше управляют деньгами, не разбрасываются ресурсами организации, быстрее решают вопросы, меньше времени тратя на разговоры и уговоры. Порой их боятся настолько, что одно их появление или взгляд заставляет подчиненных активизироваться и браться за работу без лишних пререканий. Однако у этой медали есть обратная сторона, у жесткого стиля управления есть и побочные эффекты. Инициативные, полные идей творческие, готовые брать на себя ответственность сотрудники, не хотят работать под началом таких руководителей. А те, что остаются, привыкают к тому, что у нас все решает босс, что их мнение вряд ли будет учтено при принятии решений. А это не только демотивирует подчиненных, но и снижает качество самих решений руководителя. Кроме того, автоматически централизует их принятие, замыкая на личности босса, делая его узким местом в компании, осложняя его выход из операционного управления. Возможно, именно поэтому мягкие боссы, часто более успешны при работе в условиях, требующих принятия коллективных решений, вовлечения сотрудников, проявления исполнительской инициативы, творчества, проактивности. Именно с такими, как их называют, демократичными руководителями, чаще предпочитают работать высококвалифицированные подчиненные, будь то опытные топ-менеджеры, медицинские работники, преподаватели, программисты, дизайнеры и тому подобное. Они знают, что будут услышаны, что их интересы и мнения будут максимально учтены. А ведь многие легендарные руководители прямо говорили, что считали своей задачей подобрать талантливых подчиненных, создать им условия и далее просто не мешать работать. Но все-таки излишняя мягкость порождает и немало проблем. Мягким руководителям тяжелее справляться с напористыми, с военравными подчиненными, а также с их неготовностью к переменам, нехваткой дисциплины и другими отклонениями от роли подчиненного. Это мешает скорости достижения результата, повышает его стоимость, а некоторые вопросы вообще остаются нерешенными. Кроме того, мягкость с отдельными подчиненными видят другие сотрудники, что снижает качество их работы и роняет авторитет руководителя в их глазах. К какому выводу я пришел? Ни жесткий, ни мягкий босс не являются образцом эффективности. Крайности вредны, руководителю следует стремиться к золотой середине, а она заключается в том, чтобы быть точным. Именно точность в исполнении своей роли гарантирует достижение результата с наименьшими ресурсами, рост авторитета босса и уровни мотивации сотрудников. Но тут возникает проблема. Во время рутинной повседневной работы обученный, либо просто опытный руководитель без труда будет действовать точно в своей роли. Ставить задачи, проводить совещания, собирать и доводить информацию и так далее. Отклонение же в сторону излишней мягкости или жесткости происходит, когда руководитель сталкивается с подчиненным в сложной переговорной ситуации. Торга за зарплату, разбора проступков, сопротивление требованиям, неприятным изменениям, необходимости укоротить незаменимого и тому подобное. Именно в таких и подобных им стрессовых моментах мы склонны автоматически возвращаться к привычным, но не очень эффективным моделям поведения. Мягкие от природы боссы начинают уступать, жесткие от природы боссы начинают давить. Я понял, что если собрать лучшие сценарии действия в самых сложных управленческих ситуациях, то это позволит каждому руководителю всегда, что бы ни происходило, оставаться точным, эффективным, авторитетным. И я посвятил несколько лет жизни тому, чтобы собрать все эти сложные ситуации, систематизировать их и найти лучшие практики их разрешения. Я собирал их из своей консалтинговой и управленческой практики, из общения с тысячами руководителей на тренингах и индивидуальных консультациях. Все эти сценарии рождены практикой и собраны для того, чтобы вы могли применить их в своей ежедневной управленческой деятельности. Эта книга – руководство к действию для любого руководителя в проблемных ситуациях. Введение. Переговоры с подчиненными как искусство. Зачем написана эта книга? Откуда возникли сценарии, представленные в книге? Для кого эта книга? Как пользоваться книгой? Обратная связь. Переговоры с подчиненными как искусство. Думаю, вы согласитесь, дорогой читатель, что работа руководителя во многом состоит из переговоров с подчиненными, а от умения их проводить зависит и авторитет руководителя, и приверженность сотрудников, и в конечном счете прибыль компании. Если мы посмотрим на пять базовых составляющих в работе руководителя, которые выделяет Питер Друкер, то увидим, что каждый из них включает в себя переговоры с подчиненными. Примечание. Питер Друкер. Практика менеджмента. Конец примечания. 1. Постановка целей и их доведение до сотрудников. 2. Организаторская работа. Подбор людей для определенной работы. 3. Общение с работниками и их мотивация. 4. Измерение показателей и обратная связь с сотрудниками по итогам измерения. 5. Развитие своих сотрудников, помощь им в раскрытии своих способностей. Таким образом, мы видим, что переговоры с подчиненными пронизывают всю работу руководителя. Порой эти переговоры становятся сложными или очень сложными из-за характера или незаменимости подчиненного, непростой ситуации, острой темы, противоречия интересов, нехватки ресурсов, прежних управленческих ошибок и так далее. Переговорам с подчиненными придает дополнительную сложность еще и то, что выиграть или хотя бы не проиграть в таких переговорах, надо сразу по трем координатам. 1. Интересы бизнеса. 2. Отношения с людьми. 3. Власть и авторитет руководителя. Примечание. Владимир Тарасов, персональное управленческое искусство, аудиокурс. Конец примечания. Поэтому простых решений в переговорах с подчиненными не существует. Например, если просто надавить на подчиненного, это приведет к его демотивации. Если пойти ему на уступки, может пострадать авторитет руководителя и так далее. Факторы, повышающие сложность переговоров. 1. Сложность ситуации. 2. Противоречие интересов сторон. 3. Необходимость хотя бы не проиграть одновременно по трем координатам. Интересы бизнеса, отношения с людьми, власть и авторитет руководителя. 4. Конфликтность, эмоциональность, амбиции, нежелание или неумение договариваться хотя бы у одной из сторон. И переговоры и управление подчиненными являются искусством. А это значит, что здесь ценятся нестандартные ходы. Создание правил о не следовании им, индивидуальный стиль и так далее. Кроме того, стать мастером в каком-либо искусстве невозможно лишь прочитав книги. Попробуйте стать мастером в боксе, карате, художественном или даже кулинарном искусстве путем прочтения пусть даже и очень хорошей литературы. Без практики толку будет мало. Нет гарантии, что по книге рецептов вы приготовите пирог вкуснее, чем ваша бабушка, подобных книг не читавшая. Даже если вы прочитаете энциклопедию о приемах самообороны, то не факт, что вы не будете побиты не занимавшимся единоборствами хулиганом, у которого зато есть обширная практика в уличных драках. Точно так же нет гарантии, что прочитав все книги по управлению подчиненными и переговорам, вы превзойдете в этом искусстве руководителя не читавшего книг, но способного одним своим взглядом добиться нужных действий от подчиненного, без каких-либо переговоров. Зачем написана эта книга? Изучением темы воздействия на поведение людей я заинтересовался в 12 лет, когда для подготовки к докладу на городской конференции по физике прочитал книгу Дейла Карнеги про искусство публичных выступлений. Прочитал и многое из книги сумел применить, что сделало выступление успешным. Я понял, что это работает, и с тех пор начал расти мой интерес к психологической